Фильм «Печки лавочки» начался с песни. Это был сложный период в жизни Василия Макарыча, Шукшина. Ему казалось, весь мир против него. Проблемы были с выходом книг, с утверждением новых сценариев. Ситуацию усугублял алкоголь. Когда Шукшин выпивал, он становился замкнутым и агрессивным. Товарища колхозника гостил коньяком я. Выпили мы совсем немного. Да, это он был совершенно трезвый, это я утверждаю. Ему нельзя было пить, он был агрессивный. Быка трёхлетка с ног сшибась. Я, естественно, боролась с этим недугом, да, с этим бароком. Выпиваете? А без закуски? Есть же вагон-ресторан. У нас были по поводу этого, конечно, такие скандальчики. Грех жаловаться. Ребятишек любит, меня жалеет. Ну как, выпьет? Тут уж держись. Или хвастать начнёт, какой он богатый, или в драку лезет. У него ещё какая-то ревность дикая была. И он говорит, сиди дома, даже здесь мне не гуляй, всё, сиди дома. Однажды его постоянный оператор Валерий Гинзбург обратил внимание, что сегодня Василий Шукшин находится в особенно удручённом состоянии духа. И чтобы развеять режиссёра, предложил съездить к своему брату Александру Галичу. В этот раз Александр Галич взял гитару и начал исполнять для гостей свои песни. Среди них была одна совсем новая. Она называлась «Больничная цыганочка». Как это часто бывало, в моменты эмоционального напряжения, у Шукшина заходили скулы, увлажнились глаза. Он молча прослушал ещё несколько песен Галича, смахнул слезу кулаком и ушёл из квартиры куда-то в ночь. А вскоре на Стулкино начальство лёг сценарий – печки, лавочки. Снова начались печки, лавочки. Первый вариант – его забраковали. Причина – главный герой выпивал не так много, но постоянно. Создавалось впечатление, что все действия он осуществляет, находясь под винными парами. Вот он и с вами коньяк выпивал. Очень хорошо. Выходит, и вы виноваты. Но когда через несколько лет печки, лавочки Шукшину снимать разрешили, для него это была совсем не радостная новость. Чтобы повесить на свой кабинет табличку с названием фильма, пришлось снять предыдущую с картиной его мечты, которую осуществить так и не получится. Ситуацию, которая сложилась вокруг Василия Макарыча Шукшина, на киностудии Мини Горького обсуждали буквально все. Многие говорили, ну что здесь такого? Ему просто надо сменить табличку с названием фильма на дверях своего кабинета. Он же не остаётся без работы. Вместо дорогой исторической драмы Степан Разин он снимет комедию на современную тему с адекватным бюджетом. Печки, лавочки. И только для самого Василия Макарыча эта смена табличек была большой личной творческой драмой. Он не просто вместо исторической кинокартины о легендарном казачьем атамане приступал к комедии о поездке деревенского тракториста через Москву к морю. К югу, на курорт. Надо, знаете, отдохнуть малости. Он фактически проиграл главную битву жизни. А ведь он уже отрастил бороду, чтобы сыграть Разина. Выбрал натуру. Но главное, Шукшину казалось, он понимает Разина лучше всех в мире. Как родного, как брата, как крестьянина. Я родом из деревни, крестьянин, потомский традиционный. Степан Разин – это тоже крестьянство, но только 300 лет назад. Для меня это прежде всего крестьянский заступник. Вот как для меня, так сказать, позднейшего крестьянина через 300 лет. Вот для того, чтобы понять мне его значение, я его воспринимаю в одном качестве. Руководство киностудии построило отношения с Шукшиным таким образом, чтобы ему казалось, будто фильм о Степане Разине когда-нибудь снимать все-таки разрешат. Это делало своенравного режиссера более уступчивым. Он был готов соглашаться с замечаниями. Им, наконец-то, можно было в какой-то степени творчески манипулировать. И в это же время многие на киностудии точно знали – Степана Разина ему сделать не дадут никогда. Теперь-то я вижу, что мы бы все равно Степана Разина не сняли. Нам бы никто его не дал снимать. И все, и печки-лавочки. К моменту, когда Василию Макарычу дали разрешение вместо Степана Разина снова вернуться к печкам-лавочкам, в его жизни уже произошли знаковые перемены. У него родились две дочки, и он бросил пить. Когда Маша родилась, он понял, что это его самое любимое произведение в жизни. Лучшего не будет. Он сказал, что я бросаю пить. И какое-то время действительно, потом соблазнов много, искушений много. А потом Ольга родилась, и тоже совершенно он был в восторге. Я не знаю, мне кажется, так детей, как он любил, никто любить не может. Шукшин переписал сценарий печек-лавочек. Частично учел замечания. Делать своего Ивана абсолютным трезвенником не стал, чтобы не сфальшивить. Какое отношение к книгу? У меня? Хорошие. У него была надежда, что снимая печки-лавочки, он будет продолжать заниматься подготовкой к съемкам Разина. В соответствии с договоренностью с Комитетом по кинематографии при Совете Министров СССР, я намерен приступить к постановке фильма на современную тему. При условии, это тоже было оговорено, что работа над сценарием о Степане Разине и некоторые возможные подготовительные работы по этому фильму мной и моими помощниками будут проводиться. Как он сам горько шутил, от трагедии Степан Разин до комедии печки-лавочки один шаг. Прости меня за комедию. Он сделал этот шаг и начал работать в предлагаемых обстоятельствах. Будешь где-нибудь за место отдыха печки-лавочки делать, понимаешь? Важные перемены в жизни 42-летнего Василия Шукшина продолжались. Выяснилось, что на печках-лавочках не может работать оператор, с которым Шукшин делал свои предыдущие картины. Валерий Гинсбург на этот раз выбрал участие в советско-венгерском фильме и улетел снимать за границу. У Василия Макарыча к тому времени уже был на примете оператор, который мог заменить Гинсбурга – сибиряк. Человек с сильным характером, закончивший в ГИК всего лишь на год позже – Анатолий Заболоцкий. Дело в том, что мы с Шукшиным, как сибиряки, еще в институте договорились работать вместе. То ли человек непростой, очень жесткий где-то и жестокий. Может быть, ему тоже это по характеру, Шукшину было как бы свой. А то ведь пойдет с какой-нибудь. Для главной роли у Василия Шукшина уже был проверенный актер. Даже не актер, а друг, в котором он ни на йоту не сомневался. Леонид Куравлев, сыгравший уже в трех картинах Василия Макарыча. Звонок со студии Горького. Леня, тебя приглашает Василий Макарыч Шукшин на разговор. Приезжаю. Василий Макарыч, Василий Макарыч. Сценарий «Печки-лавочки». И говорит мне, Ленечка, я написал сценарий «Главные роли за тобой. Для тебя». Я тут же сказал, а не повторимся ли, имея в виду Пашку Колокольникова. А Вась сказал, ну, в какой-то степени, конечно, поскольку ты сыграл его, а сейчас будешь играть Ивана, повтор будет, но творческая линия от этого не пострадает, а наоборот. Мы творческие с тобой друзья. Вот на тебя написано. И никогда не забуду, как взял меня за руку физически, физически, и повел на этом же этаже в кабинет директора Бритикова. Пришли, Бритиков один сидит, работает, сели. И Вася говорит, вот мой Иван, только вы, администратор главной студии Горького, скажите ему, чтобы он больше нигде не снимался, потому что главная роль в каждом кадре, и ждать мы его не будем, Леню. Вот он должен только быть моим. Однажды Шукшин по своим делам пришел на киностудию. И от посторонних людей узнал, что Куравлев вместо печи-клавочек дал согласие Татьяне Лиозновой на съемки в 17 мгновениях весны. И Станиславу Говорухину на главную роль в «Робинзоне Крузе». Встречаемся. Рука в кармане, засовывается Шукшиным, припадает в стенки левым боком, смотрит с прищуром, злым прищуром. Гуляют по лицу такие шеловачки знаменитые, шукшинские. Смотрит вот так примерно. И вдруг говорит, что ж ты мне под самый дых-то дал. Трагедия была для него, потому что писал он на него. Я говорю, да снимайся сам. Он говорит, о, где-то автор. Трудно, потому что в камеру надо смотреть, надо следить за актерами. Ну, а потом переспал с этой мыслью, и ночью сказал, где я буду сниматься. Я говорю, Вась, не надо так, не надо. Вот ты написал сценарий, главный герой. А почему тебе самому не сыграть? Лучше тебя никакой Куравлев не сыграет. И вдруг лицо Шукшина стало добреть. Так сказать, вот эта злоба вдруг ушла. Он посмотрел куда-то вверх, прикинул себя в это мгновение в роли Ивана. И вдруг наивно-наивно посмотрев на меня, сказал, спросил, разрешение у меня спросил. Да? Я подхватил это дело. Я говорю, конечно, Вася. Эта ситуация что-то перевернула в душе Шукшина. Решив, что в картине он будет и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли, Василий Макарыч принял решение наполнить фильм всем, что ему дорого, что составляло содержание его жизни. Родные, знакомые, явления и люди культурной среды, и, конечно, его любимые алтайские места. Нет, не малая родина сростки, а село поблизости, Шульгин-Лок. В родных сростках Василий Макарыч решил не снимать. Не надо мозолить глаза землякам. Начнутся пересуды, скажут, большим начальником стал. Поначалу с оператором он обсуждал, кого из актрис пригласить себе в партнершу. А может уговорить Нонну Мордюкову, если ей не давать одеяло на себя тащить? Мой скелет с ее телом. Убедительная получится ячейка семейная или нет? А теперь при новом раскладе событий, конечно же, рядом с актером Шукшиным будет жена настоящая, из реальной жизни, Лидия Федосеева Шукшина. Василий Макарыч порывался взять в экспедицию двух дочек. Но жена не разрешила. Дочки остались в Москве. Эту сцену снимали в специально построенном киностудии-павильоне. Была у Шукшина задумка дать в этой картине роль своей матери, Марии Сергеевне. Но она почему-то заортачилась. Ее все-таки можно увидеть в течение нескольких секунд в первых кадрах фильма, сразу после титров, перед праздником. Вот она в цветастом платке. Рядом с дедом крутит транзисторный приемник, племянник Шукшина. Хор он вызвал из росток. Ему были важны не только песни, но и судьбы каждого человека. За изображением, которое должно остаться на пленке, у него сразу был второй, третий, четвертый пласты. Тихонечко он говорил оператору. Видишь эту женщину? У нее недавно последнего сына трактором задавило. Муж на войне пропал. Старший погиб в Венгрии при исполнении. Он старался привлечь в картину всех, кого считал ярким, исключительным, талантливым. Ему никто не отказывал. Алла Пугачёва напела «Очи чёрные» под оркестр Олега Лунстрома. Леонид Ингибаров показал свои пантомимы. Зиновий Герт согласился сыграть друга профессора. Со времен фильма «Живёт такой парень» Василий Шукшин полюбил Ивана Рыжова и его талант быть достоверным и каждым взглядом попадать прямо в сердце. Здесь Иван Петрович создал эталонный образ советского проводника. Богатство. Чайку не желаете? Желаем. И так можно побольше. А Всеволод Санаев в дебютной картине Василия Макарыча «Живёт такой парень» сниматься не стал. А когда кинолента вышла на экраны, сам подошёл к Шукшину и сказал, что готов к любой роли в следующих фильмах. И трижды сыграл у него. Два раза вместе со своей дочерью, Еленой Санаевой. Ничем он у меня не потряс, так сказать, внешне. Такой вполне рабоче-крестьянского вида человек. Никакого в нём не было, так сказать, режиссёра. Держался он очень просто. Но поразили его глаза. У него уже глаза небольшие, но они такие вот две дробины, которые так в тебя всматриваются. И так он относился к съёмкам. Так он был как-то... Так был заинтересован, чтобы ты как можно лучше сделал то, что тебе нужно сделать в кадре, что, в общем, невозможно было, как говорится, и подвести его. Некоторых гостей для сцен застолья и проводов Шукшин привёз с собой из Москвы. Это профессиональные актёры. Пантелеймон Крымов сыграл Льва Казимирыча. У Ксении Мининой роль, как сказано в сценарии, молодящейся бабочки не совсем деревенского покроя. Сестре Ивана почти невозможно узнать Людмилу Зайцеву. Настолько органично она влилась в компанию местных жителей. Провожать героя едут в районный центр, город Бийск. Здесь нет ни одной постановочной сцены. Теперь эти кадры дают уникальный срез времени и места. А привокзальная площадь сегодня носит имя Василия Шукшина. В такой документальной стилистике Шукшин поначалу планировал сделать всю картину. Потому перед началом работы запросил для просмотра фильм Андрея Кончаловского «История Аси Клячины, которую любила, да не вышла замуж». Сегодня легко сказать – запросил. В 1971 году этот запрос рассматривало высшее кинематографическое начальство. Ведь Ася Клячина была опальной картиной, запрещенной к показу. Она уже лежала на так называемой полке. И доставать ее оттуда было идеологически подозрительным действием. А Шукшину она была очень нужна, чтобы посмотреть, какие приемы использовал Кончаловский, соединяя художественный кинематограф и документальные съемки. Директор киностудии Горького во время показа лично приходил в просмотровый зал, чтобы картину смогли увидеть только заранее утвержденные пять человек из съемочной группы. После просмотра Василий Макарыч понял, что так снять у него не получится. Печки-лавочки, вопреки его желанию, приказом запускался как широкоэкранный. Это было обязательное условие. А на широкий экран нельзя работать хроникальной камерой. Вся аппаратура, которую он теперь должен использовать, тяжелое, не мобильное. Широкий экран вообще был выгоден администрации, потому что давали на 30% больше денег на фильм. Но снимать широкий экран было в три раза сложнее, потому что оптические возможности не давали медицинсценировать глубоко. Даже на крупном плане двигаться почти было нельзя. Он сразу не резко становился. Изменить ситуацию никак не получалось. Руководство сразу же прикрывалось будущим прокатом комедии. Ему говорили. Зрители сегодня в кинотеатры ходят только на фильмы, снятые в современных стандартах. Вы же не хотите потерять своих зрителей? Вася Клячиной Шукшин обратил внимание, что в соединении профессиональных актеров и людей из народа большой риск. Простые люди смотрятся на экране органичнее. Он видел это почти в каждой сцене. С каждым актером, кроме Любови Соколовой. Ее Шукшин считал воплощением русской женщины. Поэтому в «Печках-лавочках» он нашел для нее, пусть совсем небольшую, но запоминающуюся, и трогательную роль проводятся. Я говорю, газеты на станциях. В движении из Алтайского села через всю Россию для Василия Макарыча было много личного. Даже не в самом движении, а в тех переживаниях, которые испытывал его герой. Он волнуется, а надо изображать спокойствие. Он места себе не находит, а надо не уронить достоинства. И отпор надо дать тем, кто считает себя очень умным. Сразу переходит на «ты» и начинает учить жизни. Про фурсетка в штанах и в шляпе. Это все ему было ох, как знакомо. Ведь он покинул родные сростки и ушел в большую жизнь в 16 лет. Каким-то чудом выправил паспорт. Проявил характер. Взял не материнскую фамилию Попов и не отчима Куксин, а своего расстрелянного в 21 год отца Шукшин. А показывать свое родство с репрессированным врагом народа в то время было серьезным риском. «Больно вспоминать. Мне шел 17-й год, когда я ранним утром по весне уходил из дома. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала. Не понимал, ей больно и тоже страшно. Но еще больнее видно смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти и ушел». Он скитался и голодал. Многое прошел. Работал в Калуге на строительстве турбин, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья. А в 1947-м оказался в столице, устроился на работу с лесарем-такелажником Московский Трест Союз Проммеханизации. Оттуда его призвали в армию, а служив во флоте, вернулся в Москву, поступать во ВГИК. На экзаменах за сочинение получил оценку на 1 балл выше, чем москвич Тарковский, сдававший экзамены одновременно с ним. В институте кинематографии многие считали, что у Васи трудный характер, что с ним сложно. Но друзья догадывались, это от неуверенности в себе, от неизжитых деревенских комплексов, которые до конца жизни никуда не делись. Его большой друг, с которым он познакомился как раз на печках-лавочках, Георгий Бурков писал в дневниках, что Шукшин был затаенно неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Обиделся, обиделся, пахнет. Не обижайся, я без всякого умства. Приехав учиться в столичный вуз с деревней, долгое время чувствовал себя как-то очень растерянно. Здесь все было по-другому. Даже говорили-то совсем иначе. Я стеснялся своего деревенского говора, слов к которым привык, и которых здесь никто не произносил. И чтобы не выделяться, пытался даже какое-то время переучиться говорить и выражаться, как все начитанные московские ребята. Дорогие товарищи, у меня в молодости была кобыла. Звали ее Селедка. Но очень быстро оказалось, что самобытный язык, знание традиций, память об истоках – это не недостаток, а преимущество, которое выделяла Шукшина, заставляло обращать на него внимание, как на героя печь клавочек обратил внимание профессор в исполнении Всеволода Санаева. Из деревни. Обратил внимание, несмотря на все выходки Ивана Расторгуева. Попробуй стяни только руки. И особенности его непростого характера. А я сплюзал на кого? В фильме «Печки-лавочки» два Ивана – деревенский и городской. Он будет изображать из себя ученого, социологического. Сын профессора, его играет Станислав Любшин. Встречу двух Иванов в картине Шукшин считал ключевой. Это как две галактики. Два хороших, но разных человека, прошлись рядом друг с другом. Их орбиты совсем немного пересеклись. Они не стали ни друзьями, ни единомышленниками. Но именно от этих людей, их целостности, от их взглядов зависит будущее страны. Я бы увеличил им зарплату. Очень жаль, но мы не видим фильм в первоначальной шукшинской редакции. Под невероятным давлением киностудии он делал новые и новые шаги вспять от своих интересных задумок. Мужичок с балалайкой, который появляется всего на 19 секунд в фильме «Печки-лавочки» знаковый персонаж съемочного процесса. Его звали Федор Ершов-Телелецких. Василий Шукшин познакомился с ним, когда снимал с сына на пароме. Познакомился, а расстаться не смог. Родная душа, настоящий алтайский самородок. Федя напел шукшину море частушек, рассказал всю свою жизнь. Бессеребрянник, у него даже паспорта не было из вещей, только телогрейкой была лайка. Он подружился с киношниками и оставался с ними до самого конца экспедиции. Василий Макарович придумал, как Федю вставит свой фильм. Вот так, на титрах. Там, где сейчас Нюра приносит Ивану в поле обед, должен был играть Федя и петь частушки. Славный дядечка был. Мы его решили всей группой одеть, скинулись какие-то брюки, что-то покупали ему. Он отказывался. Но потом Вася ему сказал, не надо, ты же, все-таки, знаешь, ты же кино снимаешь, давай поприличней, давай фуфайку поприличней. А песни я могу матерные. Он говорит, мне матерные не надо, это все равно вырежут. Когда киноэкспедиция уезжала в Москву, Шукшин попробовал с Федей расплатиться. Но тот от денег отказался. Правда, намекнул, что скоро зима, а у него и сапоги плохие, одежда дырявая. Киношники скинулись, купили несколько пар рубах и брюк. Он все это на себя надел сразу. У меня складов ведь нету. Потом всем говорил, что скоро его в кино покажут. Но этому было не суждено существиться. Зампредседателя Госкино, посмотрев картину, как зажгли свет, первым делом потребовал. Сморщенного старика, самодеятельного выбросить из фильма полностью. И даже чтобы оставить эти 19 секунд, нужны были смелость и алтайское упрямство. Доровительший человек, пушкинианский просто. Он так частушки писал интересно. И музыкально он был одарен настолько, что он за спиной, вообще на стальных трех струнах играл мелодию «Мать, мать», Мать Шукшина Мария Сергеевна потом рассказывала оператору «Печи клавочек», что через год после съемок Федя погиб. И он все знает, Федя. Он не воровливый, только что беспризорный. Кодин, рос, где день, где ночь, где-то сутки прочь. Но погиб он, бедняжечка, ни за что. Он или поехал на свою родину, или в Горноалтайск шофером. И тут, не доезжая, наверное, Пишинского моста, машина у них перевернулась. Дважды перевернулась. Он это все рассказал, успел Федя. И опять же встал на колесе, шофер поглядел, что она не повредилась. Ну и никого нету, никто не видит. Он все включил и уехал, а Федю бросил. А Федя сильно кровью его прямо вон голову разбил. Кровью исходил все. После Федя в заявочных титрах фильма на экране появлялся Платагон. Его играет скульптор из Минска Борис Марков. Кто украл хобуты? Ты! Выкрикивал он не только эту фразу, но и такие, эхо от которых получалось неприлично. Здорово! Здорово, Ваня! Своего друга, минского скульптора Бориса Маркова Василий Шукшин пригласил для работы в фильме «Печки-лавочки» художника. Но не тут-то было. Киностудия имени Горького запретила ему брать художников со стороны. И тогда, что называется, на коленке Василий Макарыч написал для своего друга роль. Но какую роль? В начале фильма алтайский мужик шел со стаканом водки на голове через всю деревню. Затем ловко прокидывал от стакана и без помощи рук выпивал и пускался в пляс. Плясовой зачин Госкино показывает Шукшину на экране запретило, не говоря уже о стакане водки на голове. 3 мая 1972 года Василий Шукшин пишет в Госкино письмо относительно этих запретов с просьбой о милосердии. Владимир Евтихианович, очень прошу оставить пролог пляшущего человека на дороге. Я уберу у него стакан с головой и впечатление, что он пьян, пропадет. Но останется комический запев фильма, зритель сразу настроится на улыбку и все дальнейшее будет восприниматься и легче, и понятнее для себя. Я, сами видите, не держусь за то, чем можно поступиться без ущерба для фильма. Но это убирать нельзя. Я буду просить и настаивать на этом. Не помогло. На картину был выделен специалист, который со знанием дела кромсал ее, убирая все, что не совпадало со стандартами правильного советского кинематографа. А вдруг он начальник какой-нибудь большой? Ну, тогда и дурак большой. Был в картине вот такой народный диалог. Лев Казимирович, а что если намешать мелко-мелко нарезанного алоэ с тройным одеколоном? Лев Казимирович, у меня к вам другой вопрос. Вот, допустим, у вас засорился жигурок. Да отстань ты со своим тройным одеколоном. Если хочешь знать, то красный маг лучше. Битва шла не только за кадры, эпизоды и сцены, наполненные живым юмором. Приказывали выкинуть целые сюжетные линии, например, все, что было связано с героем Бурковым. Ну, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш новый сосед, Нур. Мура. Ведь он же вор. Китю. Коньяк разливает. Коньячишка. Кавеки. Спорит с милицией и вроде даже побеждает в этом споре. Отвлекая его тем самым от его прямых обязанностей. И внушайте работникам сельского хозяйства и доверие к форме. Спокойно, спокойно, товарищи. Съемки в Москве превратились в незабываемое приключение. Люди очень по-разному реагировали на появление съемочной группы. Москвичи в своей суете, как правило, кинематографистов замечали. Но стоило кинокамере появиться в местах массового скопления приезжих, например, на вокзалах, публика тут же начинала прихорашиваться, поправлять галстуки, платки. И, конечно же, все смотрели только в объектив кинокамеры. Ни одну сцену не придумывали заранее. Как будет, так и будет. Вот эти ребята, окружившие Шукшина, реальные щипачи, карманники из московского ЦУМа. Без разговоров с незнакомцами тоже не обходилось. Шукшин к тому времени был очень популярным актером, который много снимался у самых знаковых режиссеров эпохи. Хуциева, Герасимова, Ростоцкого, Егорова. Его лицо было узнаваемым. Но, встретив толпе, прохожие не могли понять, кто этот человек, откуда они его знают. Мы с ним в ГУМ заходим, он, я с камерой на втором этаже прячусь, он идет среди людей. Его узнают, но они не считывают, как актера. Просто очень часто спрашивают, ты там-то не служил, или ты там-то, в такой-то тюрьме не был. Милые мои, дед, теща, детки, тетя Дуня, няня Вера, крестный, дядя Вася. По сценарию в печках-лавочках должно быть несколько писем, которые в окончательный вариант фильма не вошли. Одно письмо было о планах на Москву. Едет с нами один старичок, профессор, очень хороший. Поедем мы через Москву. И вот этот самый профессор говорит, что когда приедем в Москву, то сможем у него остановиться хоть на сколь. У него пятикомнатная квартира. Ну, Нюра поддержала это предложение, потому что ей охота посетить ГУМ. Я тоже наметил для себя кое-какие места, например, зоопарк. Если удастся, съезжу в крематорий. Об нас не беспокойтесь. Берегите детей. Иван. Сколько пришлось намучиться, чтобы снять финал картины. Другие режиссеры могли выезжать на натуру в разное время года. А даже небольшую экспедицию еще раз на Алтай начальство ну, никак не хотело отправлять. Шукшину говорили, у вас этого нет в сценарии. Да и денег в бюджете картины на это не предусмотрено. Но Шукшин настоял. В конце съемок комедии на душе у Василия Макарыча было ох, как невесело. И ему нужен был настоящий финал, который бы отражал Шукшина 1972 года, а не пятилетней давности, когда был написан первый вариант сценария. гора Пикет – это его любимое место на Алтае. Отсюда открывается весь мир. Этот мир его так манил поначалу. А вернувшись сюда, трудно было сказать, чего оказалось больше – того, что он расплескал, или того, что он приобрел. Это касалось и самого Шукшина, и его героя. С оператором Анатолием Заболоцким они спорили, какой должна стать последняя фраза. Конечно, мы обсуждали, просто боялись много, и много вариантов сняли этого дела. И без слов, и со словами, зная, что к этому прийруется. В общем, все, ребята, конец. Он интонационно делал, там было так, что он к своим уже односельчанам это рассказывал. как бы свое путешествие на юг. И, значит, говорил, что все, ребята, конец, хватит, чтобы это было и подтексты так не уходили, как их разгадали редактуры. Шукшин настаивал. Я скажу, все, ребята, конец, я буду прав. Скоро конец, всему конец, для русского Ивана конец. Картину снимали 4 месяца, сдавали 6. Что-то удалось отстоять, но многое ушло из фильма. Авторитетные коллеги убивали Шукшина своими комментариями. Бондарчук там сказал, есть правда жизни, правда искусства. У тебя тут правда жизни через край. А где тут искусство? Он сказал это дело, и Вася вскочил. У него слезы просто. Дождем. Замечаний было очень много. Внутреть картины надо было резать. Но как-то он умудрялся все. Хитрил, мудрил, где-то поддавался, что-то заменял. Но во всяком случае очень тяжело все это переживало из своей печки-лавочки. Во время итоговой издачи картины съемочная группа кашляла, сопела, скрипела стульями, чтобы заглушить слова Ивана, отвлечь внимание. Казалось, что им удалось. Мне очень нравится этот финал. И он тоже, когда смотрел, он плакал. Я говорю, а что ты плачешь? Это конец фильма. Может, не фильма. Одним словом сказал. Все, ребята, конец. Но как потом выяснилось, все было гораздо драматичнее. Однажды Василий Макарыч в районном городке зашел на сеанс печек-лавочек, досидел до конца. И последней фразы не услышал. Оказалось, что все местные кинопрокаты обзвонили, приказали внести правки в уже утвержденный вариант фильма. В каждую копию. Фразу вернут обратно только после смерти Василия Макарыча. Но главными врагами фильма «Печки-лавочки» стали не цензоры, а земляки Шукшина. На родину Шукшина, на Алтай, картину отправили в первую очередь. И разразился скандал. Односельчане Шукшина посмотрели картину и сказали, мы не такие. И Иванов, таких, как сыграл Шукшин, у нас давно уже нет. В Госкино и на киностудии имени Горького приходили от земляков Шукшина письма с просьбами переделать картину. А еще лучше запретить. Ермашу, телеграмма. Нам фильм «Печки-лавочки» на Алтай не посылайте. У нас уже таких механизаторов нет. Мы фильм, в общем, не желаем показывать своим. Нам это очень очень при нас зачитали. Мы его четыре месяца снимали, шесть месяцев его орезали, сдавали. Нам за фильм «Печки-лавочки» дали третью категорию. Больше всего Василий Макарыч переживал о том, что жесткие комментарии земляков отразятся на самочувствии матери. Писал ей письма, чтобы она никого не слушала, не обращала внимания на замечания неумных людей. Но сам в родные сростки Шукшин больше ни разу не приехал. После тихой премьеры фильма «Печки-лавочки» в доме кино от перенапряжения Василий Шукшин слег в больницу, но и там продолжала работать. Конечно же, в больнице его навещала жена Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. И однажды он ей протянул рукопись и попросил прочитать сразу же, как только она приедет домой. Лидия Николаевна перезвонила Шукшину уже глубокой ночью, вся в слезах, а только что прочитана история. И Шукшин сказал, что после «Печек-лавочек» это будет его следующий фильм. Вот только название он еще не придумал. И Лидия Николаевна посоветовала, а ты назови картину в честь песни, которую я пела в день нашего знакомства. «Калина красная». «Калина красная», «Калина вызрела», «Я у залёточки» «Характер вызнала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова